по названию мастер-класса я думаю вы уже поняли что сейчас я создаю веточки шиповника вот она настоящая натура только она мне к сожалению завяла пока я лепила листья я успела их внимательно рассмотреть и давайте вам расскажу определенные особенности по своей структуре листья шиповника напоминают листья розы с единственной с единственной разницей в тональности листьев сборка точно такая же и разница вот в этой вот детали у роз они маленькие у шиповника очень крупные эта веточка у меня уже протонирована видите насколько разные для окрашивания нам понадобится травяная зеленая фиолетовый хинокридон можно использовать просто фиолетовый и зеленый также для того чтобы создать такую пожухшую листву где-то даже с эффектом поеденности покусали может быть ее букашки я использую маркеры у меня есть именно перманентные простые маркеры не подходят они очень быстро выцветают я провела эксперимент с этими маркерами поставила изделие на солнце оно мне все лето простояло на подоконнике маркеры не выцвели то есть я считаю что вполне можно ими работать также я купила вот такой вот маркер с алкогольными чернилами тоже мне очень нравится цвет по прошлому мастер-классу я показывала как делаю листики с такими зубчиками и хочу обратить ваше внимание на вот эти вот детали их я делала с помощью зажигалки подобный мастер-класс у меня есть вы можете его посмотреть как делать и второй способ я покажу как нарисовать это с помощью маркеров раньше делала это все акриловыми красками и так берем коричневый работаю я широкой частью сперва наношу вокруг допустим вот я сформировала дырочку то есть в основном практически всегда идет светлая часть и по самому краю темные и кое-где наношу легкий цвет здесь уже можно темным не работать он уже есть подгоревший некоторые листики я совсем чуть чуть наношу у других могу только край подкрасить за счет того что у нас плоская линия окрашивания красятся только верхние прожилки где-то буквально немножко в хаотичном порядке теперь работаем темным цветом это плом темно-фиолетовый такой и окрашиваем самый край и дополнительно ставлю где-то легкие точки за счет того что мы будем тонировать зеленым цветом он смешается с основой фиолетового оттенка и получится очень плотный коричневый оттенок можно посмотреть как естественно выглядит на мой взгляд можно где-то пройтись зубчики окрасить это все по желанию так теперь разводим краски готовим здесь у меня разбавитель нам необходим будет такой необычный цвет как бы вам его правильно описать насыщенный яркий но при этом глухой и плотный вот так вот для этого так здесь у меня травяная зеленая простая зеленая и фиолетовый хинокридон берем допустим такую часть травяной зеленой в два раза меньше простой зеленой и одну вторую от зеленой добавляем разбавителя и тщательно перемешиваем так я думаю вам очень сильно отсвечивает сейчас будет хорошо видно на листиках какой это цвет при необходимости можно добавить или того или того цвета немного больше и конечно получится совершенно другой оттенок или поярче или более глухой или более активный цвет окрашиваю я в несколько этапов первоначально лицевая сторона а потом уже другая небольшое количество наносим если наносить много то могут оставаться следы от кисточки поэтому сейчас делаем общий тон лицевой стороны первоначально прокрашиваем тщательно зубчики край листа и растушевываем краску прокрываем все прожилки за счет того что мы держим на плотной окрашиваем на плотность на плотном вбивается много краски в прожилки поэтому необходимо их вот так на ручках приподнять и растушевать чтобы получился общий цвет без темных пятен в прожилках вот такой уже листик набираем совсем небольшое количество чем больше краски тем сильнее виден мазок поэтому тщательно растираем вот такие листики получаются теперь будет самое сложное это дождаться пока они высохнут как минимум 5-7 дней в дальнейшем я сначала собираю веточку и затем окрашиваю изнаночную сторону и тонирую сам ствол ну по крайней мере мне так легче поэтому в следующем видео буду показывать как я собираю и тонирую второй раз во многих случаях я не прикасаюсь к лицевой стороне меня устраивает такой тон но по желанию можно еще раз будет пройтись по высохшей краске а я Продолжение следует...